ассаламу аликум друзья чечен синдром вас приветствует на юго-востоке чечни и ингушетии расположена высочайшая вершина в чечне и ингушетии гора тибула смта тула и лам она поднимается на 4512 метров над уровнем моря среди чеченцев об этой вершине имеется много старинных поверьей почти все они указывают на то что восхождение на нее связываются с желанием чеченского племени подняться как можно выше чтобы защитить себя от врагов 50 лет назад во время восхождения на вершину альпинисты обнаружили на высоте свыше 3000 метров трупы людей предположительно чеченцы и монголы с явными признаками того что поля не в бою также было найдено несколько наконечников стрелы сломанное копье из этого стало понятно что легенда о нашествии монгольского воинства в эти труднодоступные места в 1220-е годы не была досужим домыслом вот что им рассказал старейший 180-летний житель аула арсгирихазитов племена жившие в юго восточных горах чечни и ингушетии узнав о нашествии несметных полчищ которые закрыли их землю как черные тучи в ненастье закрывают солнце решили уйти в недоступные для врага места все ущелья и горы в округе были осмотрены но нигде не нашлось надежного места где бы можно встретить и разбить врага старики пришли к единодушному мнению лучшее место для организации засады это гора тибулы смта с нее легче всего будет внезапно спускаться и уничтожать татар с этой целью и был подготовлен контингент из наиболее опытных и отважных охотников гора восходителей которые знали все подходы к этой вершине приготовив длинные веревки сделанные из конского волоса 12 молодых чеченцев во главе с 50-летним охотником и дигом отправились искать наиболее легкий путь восхождения первоначально они осмотрели подступы с той стороны откуда появляется солнце то есть с востока но там они увидели отвесные скалы и ледники несмотря на это и дик предложил попытаться подняться именно по этому кажущемуся невозможным пути после многих дождливых дней они увидели наконец яркое синее небо залитый солнцем но как обманчивая то безоблачная синева в горах пробежала по небу безобидно и казалось бы облачка как появилась черная мгла над вершиной разразилась вскоре пурга группа укрылась от нее бурками три дня и три ночи свирепствовала стихия дальнейший путь смельчаков лежал к черному скалистому массиву с серебристыми извилинами замерзших ручьев со скал свисали огромных размеров ледяные сталактиты словно бороды злых ледяных великанов но не испугало горцев трудное восхождение они упорно продвигались вперед сначала карабкались по сильно разрушенным стихиями и временем мягким скалом по ним было идти относительно легко дальше однако они становились прочнее и сложнее и карабкать с уже приходилось в режиме скололазания до вершины оставалось каких-то 200-300 шагов но в это время налетевшие снежные лавины смело смельчаков со скал из 13 человек только трое остались в живых но эти были сильно измождены через несколько дней пришедшие искать их люди нашли оставшихся в живых смельчаков в жалком состоянии так трагически согласно старинному преданию закончилась первая попытка покорить тибулы смто однако несмотря на неудачу старики сразу же послали другие группы на восхождение так как в это время татарские отряды субеда а затем сарта вторглись в страну асов осетин а войска менга другого начальника монголов уже завоевали землю черкесов перед отправлением групп на очередное второе восхождение израненный во время падения со скал тибулы смто и дик рассказал собравшимся как на этот раз рациональнее идти в поход и о том почему не сумел в первый раз подняться на вершину и вот это он посоветовал начать восхождение с того места откуда дует горячий ветер то есть с юга на этих склонах меньше бывает снега послушавшись совета и дега чеченцы вновь начали восхождение но уже с юга в начале шли по высокой альпийской траве затем начали подниматься по скалам как по ступенькам причем наиболее удобный подъем вел чеченцев в сторону где скрывается на ночь с человеческих глаз солнца то есть к западу этот путь был очень удобным для восходителей да и то сказать запада была видна дорога откуда предположительно должна была появиться вражеская конница другого пути в этот район не существовало правда были тропы с юга с севера и с востока но о них непрошенные гости попросту не могли знать к тому же через перевалы по которым пролегали те тропы не могли пройти кони а татары без них не были страшны и для чеченцев в пешем строе они воевали гораздо лучше пришельцев день клонился к закату и в лучах заходящего солнца перед ними открылись отвесные стены недалеко стоящих словно шеренги воинов горных вершин а вдали белым призраком поднимался ильбрус гордый красавец бетлам корт казбек стоял казалось совсем рядом со своей золотой головой освещенные лучами заходящего солнца задымились костры из сухого конского помета жарилась баранина и варилась говядина воду принесли в бурдюках из ручьев берущих начало под отвесными скалами у самого ледника на утро с восходом солнца чеченцы вновь пошли на вершину крутые отвесы сменились вершинным гребнем состоящим из отдельных каменных глыб покрытых толстыми шапками от обильного выпадающего именно в это время года снега но быстро начавшая портится погода чуть вновь не сорвала успешно начатое было восхождение на вершину почти на ощупь в густеющей белой мгле в скалолазы выходит на гребень прямо ведущий к вершине чтобы не сорваться воины остановились связали себя веревками и закрепились ими за камни почти целый день вынуждены были просидеть восходители в ожидании улучшения погоды во второй половине дня вершина очистилась от мглы и они бодро и быстро начали продвигаться вверх вершина оказалась совсем близко и вот они уцели на самой высшей точке горы во знаменование этого чеченцы громко прокричали боевой клич пустили вниз вначале стрелу из лука а затем копье полет которых был виден почти до самого места их падения дорога откуда ждали татар обозревалась таким образом на сотни метров посоветовавшись решили устроить на вершине горы наблюдательный пункт откуда легко следить за приближающимся неприятелем и сообщать криками о появлении монгольских конников спуск с вершины ими был совершен по уже знакомой дороге быстро без происшествий найдя таким образом дорогу на самую высокую гору восточного кавказа чеченцы решили натаскать туда корм для овец и топлива для костров более месяца длилась днем и ночью заготовка сена и сухой древесины крупный рогатый скот племени загоди был отправлен в потайные находящиеся в горах за тибула см то места с ним были отправлены женщины и дети другая часть женщин с мужчинами вооружившись копьями и стрелами поднялась на подготовленные площадки тибула см то где запаслись большим количеством камней для сбрасывания на татарских конников только было успели они подняться на гору как ней запрудив все ущелье подошли несметные полчища монголов не ожидая нападения они остановились на ночлег у подножья ночью на них однако обрушилась лавина камней сброшенных чеченцами многие были убиты оставшиеся в живых давя друг друга начали в панике отступать днем они вновь пошли на штурм горы но и на этот раз несмотря на яростные атаки монголы понимая что не в состоянии одолеть чеченцев силой решили взять их хитростью на что не были горазды по своей ментальности для этой цели в осуждены в горах лагерь чеченцев они послали переговорщиков которые начали уговаривать их спуститься и сложить оружие по их заверениям монголы не сделают вреда мужественным воинам горцы однако разгадали коварный замысел ночью сделав вылазку они перебили многих из них и вынудили оставшихся в живых вновь отступить и так год за годом 12 лет но однажды монголы подошли к чеченцам в пешем строю без оружия и предложили прекратить военные действия пообещав отпустить взятых накануне в плены женщин находившихся в тайном укрытии а спустившимся с укрепленной горы воинам обещали мир и дружбу после долгих споров положившись на обещание татары отпустить женщин и детей а также не чинить расправы с воинами чеченцы решили все же спуститься с горы на вершине остались и дик да несколько наиболее верных ему сподвижников друзей однако коварные степняки нарушили обещания когда чеченцы спустились горы выскочившие из засады многочисленные конники перебили чеченцев в жестоком бою так согласно народному преданию закончилась растянувшиеся на долгие годы война чеченцев с иноземными захватчиками не плененный и дик впоследствии рассказывал о постигшие печальные участи чеченцев о коварстве татаро-монгольских пришельцев трудно сказать насколько точна в деталях этой легенда но события описанные во многих русских летописях и хрониках иноземных путешественников перекликаются с рассказом старого горца в легенде например упоминаются хан субед и хан менга а позднейшие русские летописи указывают что отряд субедея совершил поход на кавказ в 1236 году затем говорится в летописи отряды менгу хана и кады находили на черкесов а в середине 13 века папский посол на руси плана карпини сообщал что кочевники уже в течение 12 лет ведут осаду одной горы на кавказе конечно все это еще не доказательство того что трупы копье и наконечники стрел найденные на тибула смта свидетелей именно этих оживших в легенде битв но с другой стороны слишком велико совпадение легенды с достоверными историческими свидетельствами чтобы отнестись к ней лишь как красивому сказанию так писал николай краснов участник этого восхождения а вот писатель историк сайт хамзат ну ну и считает что у этой легенды другой финал он говорит что на самом деле чеченцы не были покорены после 12 лет попыток подступиться к горцам воины чингисхана оставили чеченцев покое горцы спустились в местность которая называлась нашха и образовали там не подвластную орде вольницу по принципу военной демократии на плоскости образовалась нахское царство симсир исповедующие исламы вступившие в союзнические отношения с ордой вольница в нашхи просуществовала еще не одну сотню лет к тому времени относятся и появление великой сигнальной системы когда войнахи сохраняли свою независимость с помощью башенных сооружений в истории народа остались теплые воспоминания появлений в горах и предгорьях тамерлана тимур хромой он не был кровавым завоевателем скорее проповедником ислама современники оставили записи лишь о том что армия тамерлана бросала в пропасть языческие капищи горцев а в знак признания мужества чеченцев тамерлан по преданиям подарил им меч в средневековье уных of существовал культ вершины он был распространен среди горных чеченцев например мастинцы обращались к самой высокой в этой гряди гор снежной вершине тибула санта с молитвой о великий тулы лам о священный тулы лам мы обращаемся к тебе с просьбой а ты попроси за нас великого делу друзья еще одна интересная деталь о горе тибула санта тулы лам о которой возможно вы не знали она славится шикарнейшими друзами горного хрусталя размер кристаллов до одного метра до 1905 года гора была в концессии у швейцарской фирмы добывали горный хрусталь впоследствии фирма замуравила штольни съехала они до сих пор не обнаружены на этом все друзья если вам понравилось отблагодарите меня лайком а кто все еще не подписан прошу вас подписаться это был чечен синдром до новых встреч